шокирующая речь путина угрозы украине и судьба пригожина вот о чем мы сегодня поговорим здравствуйте я или на добро пожаловать на мой политический канал и нафов пропаганда или довольно пропаганды в телах погибших при авиактострофе обнаружены фрагменты ручных гранат это видео я делаю в основном в качестве контр пропагандистских скажем так целей поскольку история помнит все интернет помнит все на российскую историю советскую историю скажали настолько много и настолько давно что нужно и важно сохранять куски нашей истории для будущего потому что такой же как путин он врет постоянно он постоянно обманывает он постоянно искажает факты перевирает информацию и полностью придумывает какие-то вещи то есть в следующий раз когда он будет говорить я вот такого не говорил я вот такого не делал у нас будет видео в котором он конкретно это говорил и самое интересное что сегодня прямо сегодня я сопоставлю с предыдущими видео где он конкретно говорил абсолютно противоположное вот путем таких что называется поймать на лжи вот это поможет нормальным трезвым людям понять что ему лгут сколько раз нужно чтобы человек вам солгал два три пять десять тысячи мне уже больше 300 видео на моем канале пользуйтесь для новых зрителей моего канала я хочу представить алексея гончаренко украинского политика его канал можете посмотреть полностью видео на его канале я немного позаимствую кусочки речи путина с его канала потому что он сделал уже перевод на английский язык и это сэкономит время но я советую посмотреть его видео и подписаться на его канал никогда не возражали и не высказывали какой-то негативные позиции в отношении планов вступления украины европейское экономическое сообщество никогда что касается на то да мы всегда были против и эта позиция имеет под собой определенные серьезные основания поскольку расширение на так нашим границами и посредственно угрожает нашей безопасности это это серьезнейший вызов для безопасности российской федерации даже не только политический блок это военно-политический блок и приближение инфраструктуры несет для нас серьезную угрозу путин снова лжет одна из его главных так сказать пропагандистских выдумок это о том что нато какую-то агрессию проявляет не нато захватила части украины не надо захватила части россии ничего нато это защитный альянс который в том числе сделан для того чтобы защищаться от ссср и россии который регулярно сокращал свои вооружения и количество солдат в европе там танков то уже почти не осталось я вам приводила в моих видео доказательства что огромные были сокращения и персонала до того как раньше в 2014 году россия напала на украину незаконно захватила крым и устроила конфликт на донбассе даже после грузии после захвата частей грузии в 2008 году ничего такого не происходило сокращалась нато сокращались количество солдат и планировалось их сокращать 2015 году это не нато захватила части россии это россия захватила части независимого государства украина это номер один номер два если случится такое чудо о котором путин мечтает он захватит всю украину где россия окажется на границе с нато то есть россия приближается к нато и это ничего огромная граница с финляндией теперь появилась что происходит россия прямо сейчас убирает своих солдат с границ нато согласно представителю да не на границе осталось 20 процентов российских войск которые там были то есть 80 процентов путин убрал с границ нато которых он так боится ах они такие агрессивные нехорошие россия сама пыталась вступить в нато я вам сделала видео для этого и сейчас кусочки этого видео я вам покажу поэтому вот эти все сказки это сказки это выдумки путина для того чтобы оправдать свои империалистические амбиции захвата чужих территорий и еще напоминаю вам что надо так пугает путина что он установку из 300 снял с 300 снял с границы с японией и перетащил ее в украину ох как он испуган и нато играет такую большую роль это не флаг нато развивается в крыму это не флаг нато развивается на территории российской федерации ни в курска и не в благородской области флага нато пока нет и нет флага украины и никто не собирался не захватывать россию не нападать на нее это все путинские сказки и кстати как совершенно справедливо напомнил господин гончаренко европейского экономического сообщества нет уже лет 30 как существует европейский союз но путин очевидно об этом неизвестно это мой канал а вот и видео которым я вам говорила сейчас я вам кусочек его покажу вот она называется путина нато правда и ложь прошлом путин собирался строить отношения с нато говорил что он прям россия собирается туда вступать и он не против чтобы украина туда вступила но он опять лгал и вот не стоит этому удивляться вот что он сказал об украине украина развивают свои двусторонние отношения в особом режиме это близкие государства и последние годы отношения между россией и украина развиваются особенно позитивно что касается расширения нато в целом вы наше отношение к этому вопросу знаете она не меняется но это совсем не значит что украина должна остаться в стороне от процессов на которые идут на пользу укрепления мира и безопасности в европе и украина суверенное государство и сама вправе выбирать путь обеспечения своей собственной безопасности не вижу здесь ничего особенного или нечто такого что омрачало бы отношения между могло бы омрачать отношения между россией и украиной очередная ложь путина то есть тут оказывается и вообще не было проблемой и а швеции с финляндии он выразился что едет вообще не проблема а теперь вдруг оказывается что вот эта причина всего воин и так далее что ах какие нехорошие нато на самом деле россия собиралась туда вступать и была не против того чтобы туда вступила украина это видео с канала вольхов defense поскольку они тоже сделали уже перевод вот что путин сказал и очередная чушь путина о том что они видели пытаются остановить войну путин стал начал эту войну путин и и продолжает и хочет ее продолжать потому что он ее проиграл сейчас он каждый день покупает ценой крови и жизней советские российских точнее солдат украинских людей как мирного населения так и солдат все что ему нужно сделать забрать своих солдат и уйти домой отдать украине территории которые незаконно захватила уйти домой но нет он хочет продолжать эту войну потому что его проигрыш войне будет означать то что все увидят что он эту войну проиграл в россии даже до самого последнего зи патриота дойдет что путин ему лгал он затеял эту войну незачем ради своих имперских амбиций все и ради этого просто так выкинул в помойку уже полмиллиона убитыми и ранеными с двух сторон с обеих сторон вот и все хочешь закончить войну путин иди домой забери своих солдат и убирайся украина не может закончить войну украина может либо победить либо умереть а путин может закончить его в любую секунду он ее начал он ее может и закончить но он этого не хочет не знаю как вам а мне ложь путина уже надоело она уже поперек горла мы не начинали войну украине а кто ее начал 73 тысячи российских войск российских солдат гиркин стрелков офицер фсб вместе со своими военными под дулом пистолета загнали мало того что вторглись в чужую страну в крым и загнали под дулом пистолета депутатов парламента украины чтобы они приняли не украина крыма чтобы они приняли решение необходимости референдума а потом сляпали фальшивый референдум за три дня но это смешно то есть всему миру вот это все известно кому этот все рассказывает россиянам они что настолько глупы что за столько времени 9 лет войны еще не поняли что происходит очень смешно вот это вот тактика кгб называется повторение чем чаще повторяешь переворот 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 как попугай тем больше людей в эту чушь поверят очевидно и вот пока это сходит путину с рук до сих пор вот это вот ерунда мы не начинали войну а чей флаг развивается в крыму флаг нато нет флаг украины развивается в курске нет флаг украины в белгороде может быть там флаг канады нет россия вторглась на территорию чужой страны захватил там территории и начала эту войну в 2014 году и продолжает ее до сих пор а теперь вообще перерывы перешла к полномасштабному вторжению надоело слушать чушь ну и как же без нового запугивания ядерным оружием видите ли испытание крылатых ракет проведено но последнее успешное испытание брюсника крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой двигательный ядер ну и показывает что же все-таки он хочет на самом деле какие у него планы все же он рассказывает о вранье хочет у нас просто друзья уничтожить он в общем это не стесняется и прямо вот здесь у него про это он это говорит говорит сама украине прислал давать оружие за неделю они все умрут то есть он придет и всех убьет нас и мы это хорошо понимаем именно поэтому будем сражаться с ним потому что он поймешь он хочет убить просто всех нас но это очень хорошее видео важно чтобы услышали в европе потому что же он раньше рассказывал что мол война закончится если завтра прекратит поставлять оружие теперь говорит как прекратят поставлять оружие то всех уничтожат у нас тут за неделю ну вот это собственно говоря и был его план за неделю с 24 февраля на всех уничтожить ну не получается послушать то же самое касается системы обороны ну если представьте себе поставки прекратятся завтра жить останется неделю только когда закончится боеприпас можете послушать что говорит господин гончаренко он говорит по-русски и вот что конкретно сказал путин я сделала целое видео где я перевела на английский язык ну а на русском языке она есть на русском языке поскольку статьи эти на русском языке господина сергейцева до сих пор опубликованы награ главных российских пропагандистских каналах они все пропагандистские в россии но это главные каналы как рия новости например то есть о том что россия конкретно хочет сделать с украиной теперь путин это прямо сказал что он хочет их всех убить что за неделю на всех убьет именно поэтому украина защищается потому что украинцы не дураки умирать они не хотят и они прекрасно понимают что с ними будет да я если бы не понимали то путиным и сергейцев объяснили в этих статьях конкретно четко и понятно я вам сейчас покажу где это видео находится вы идете во вкладку плейлисты и плейлист называется важно знать о войне в украине она называется план путина по украине разоблачен в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат внешнего воздействия самолет это уже установлены факт результат экспертизы проведенный следственным комитетом российской федерации ну следствие не завершено да к сожалению наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась хотя мы знаем что после известных событий в компании в петербурге фсб обнаружила не только 10 миллиардов наличными но и 5 килограммов кокаина но но повторяю еще раз на мой взгляд надо было бы провести такую экспертизу но она ну вот то что есть я вам сказал я хочу сразу сказать я задал вопрос председатель комитета можно ли об этом сказать публично да можно когда путин говорит что что-то установленный факт это значит он лжет каждый раз когда он открывает рот он лжет то есть путин утверждает что герои россии уткин и пригожин обкурились я не знаю обкололись наркотиками нанюхались кокаина и сами себя подорвали в самолете заняться им было нечем они играли с гранатами это было журналистское наименование частная военная компания в россии нет частных военных компаний потому что нет закона частных военных компаний у нас же не существует и не существовало значит тот опыт который был он и был таким корявым потому что он не был основан на законе путин лжет и ген теперь он создает новую версию правды вагнер вообще не существует хотя всем известно что по российским законом наемничество запрещено это карается законом то все на камеру признается он знал что это наемники он знал что они существуют как наемники в предыдущих моих видео я вам показывала видео где путин лично на камеру признается что они спонсировали и фи полностью финансировали вагнер путин создал вагнер создал пригожина полностью финансировал лично в этом заме он в создании и поднятие пригожина снизу в заме это личная заслуга скажем так или точнее прямо скажем вина путина лично и глупость его вина и он это признает на камеру и признавал тогда вагнер был создан для того чтобы избавиться от этого быдла которая типа моторол и гиви и так далее которые были герои русской весны которые стали потом не нужны для того чтобы воевать в украине и притворяться что это не наши люди о это не россия это зеленые человечки которые прилетели с марса потом путин сам это признал что да это были российские войска потом он признал что вагнер полностью финансировался российской федерацией то есть вот он сам попадается на этой лжи и сам в ней признается чтобы понять что конкретно россия хочет от украины вот поможет понять террорист из так называемой донецкой народной республики нелегального практически образования павел юрьевич губарев это пророссийский сепаратист который родился в украине но это российский бандит и который назначил сам себя свое время народное ополчение донбасса главой народного ополчения и народной милиции на так называемый днр северной южной россии там украины не получится нет либо россия или украина исчезнет сосуществовать все кто соприкасался всех приездил все кто знает всех учитал привезли паблики комментариев постам все это прекрасно понимает а снег ненависти там украинца у нас нету такого явления да если же пообщаешься там то это вот звериная ненависть и такая бесовщина не знаю то есть как нам же и ужиться надо будет потом после нашей победы не вырезать их же там не геноцидит там уже это все придется перевоспитывать кого-то там через лагеря протаскивает там для этого нужно победить для начала победить любой ценой это уничтожить только людей столько нужно губарев точности подтверждает то что я вам показал в своем видео о том какой план у путин был по украине какой фашистский нацистский план геноцида и истребления украины и украинцев он совершенно спокойно говорит да они все против нас то есть он подтверждает что украинцы не хотят быть с россией но мы должны захватить мы должны победить и послать их концентрационные лагеря для того чтобы их там образовывать видите ли мы уже видели как гитлер образовывает концентрационных лагерях людей и прямо сейчас россия детей украинских посылает вот как раз в такие концентрационные лагеря на территории россии по всей территории россии у меня есть видео об этом геноциде украинских детей. Именно за это Международный суд признал Путина военным преступником, а также Львову Белову. Ну то есть вот этот план, это не миф. Он прямо сейчас реализуется на территории Луганской области, Донецкой области, где людей буквально выгоняют из их домов, отбирают у них все, чем они владели, только потому, что они, видите ли, не захотели принимать российское гражданство. А теперь российские пропагандисты, типа этой глупой Симонян с Россией сегодня, пытаются нормализовать в российском сознании, что это в порядке вещей взорвать ядерную бомбу. Когда я уезжал из России в 2000-х, нам в голову такое не могло прийти. На Россию никто не нападал, ни тогда, ни сейчас. Все, что Путину надо сделать, забрать свои войска и уйти домой. На Россию никто не нападал и не нападает, потому что у России огромное количество ядерного оружия. И сказки о том, что маленькая Украина без какого-то быта ни было ядерного оружия вдруг решила напасть на Россию, смешны. Это каким надо быть идиотом, чтобы верить вот в этот бред. Может, еще поверим в миролюбие Советского Союза? Советский Союз обладал ядерным запасом, который позволял уничтожить мир 30 раз. Не раз, не два. 30 раз! И при этом говорил о своем миролюбии. Точно так же, как Симонян говорит, что в порядке вещей взорвать бомбу над Сибирью для того, чтобы видите ли, ей не пришлось рассказывать своим детям, которым она запрещает пользоваться гаджетами, чтобы они не чувствовали себя, чтобы их не дразнили сверстники, что у них гаджетов нет. Это каким надо быть идиотом, чтобы такое сказать. Ну, естественно, народу Сибири не понравилось. Я сама жила в Сибири, мне бы не понравилось, если бы какая-нибудь московская идиотка предложила взорвать бомбу над Сибирью. Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которой все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. И неудивительно, что Сибиряки, вообще себе Сибирякам не нравится, что они называют ее дурой практически, Симонян. Можете посмотреть, эта дама тоже говорит по-русски. Теперь Кремль, Песков отрицают, не-не-не, Симонян не от нашего имени выступает, мы такого не заявляли, мы такого не хотели. И если Путин захочет, он взорвет ядерную бомбу где угодно в России. Им абсолютно наплевать, сколько людей погибнет. Если до россиян еще это не дошло, очень надеюсь, что они скоро проснутся и до них дойдет, после вот таких вот глупых заявлений, что уже практически нормализуется, что это в порядке вещей взорвать ядерную бомбу. Ужас какой! Тем временем, бывший президент России Дмитрий Медведев пытается рассказывать сказки о том, что Запад, видите ли, устал от помощи Украине, что вот они скоро прекратят это делать. Путин лжет, Медведев лжет, все они лгут. Можете посмотреть, он говорит по-русски, видео на английском языке, оно время вот 4.36, и он по-русски говорит, так что, если вам интересно, можете посмотреть, что он сказал. Его жест говорит сам за себя, сколько бы он не врал, как все прекрасно и замечательно в армии, он знает, что это не так. А Лапров прощупывает почву для переговоров. По просьбе наших друзей, мы не рассказали о нынешнем положении дел в ситуации вокруг Украины, наше отношение к различным призывам начать переговоры. Президент Путин многократно, в том числе совсем недавно, в Валерийском форуме, нашу позицию здесь даже учеток. Мы никогда не отказывались от переговоров, если они предлагаются на серьезной основе, они не люди ультематумов. И, конечно же, мы видим категоричные связи с основными другими разговорами, кроме того, на основе так называемых формулы заинств, которые представляют систему не что-то иное. Пожалуйста, помогайте Украине, помогите остановить Путина, боритесь с пропагандой, образовывайте себя, чтобы вам не могли промыть мозги вот эти мерзавцы. Спасибо вам за внимание, хорошего вам дня или вечера. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин